Тихонечку. Медленно, 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 медленно убираешь. Просто медленно, как будто. Стоишь, пошли. Эдвард Смирнов предложил мне поставить балет на какое-то концептуальное произведение, которое можно сделать интересным образом. И в качестве предложения назвал произведение Набокова камера обскура. Произведение полно психологического накала, некой мистики, детективного сюжета, отчасти любовной интриги. И именно Александр Маев очень хорошо подходит под написание такой музыки. Внутреннее содержание этого произведения, камера обскура, где-то совпадает с моим ощущением. Возможно, поэтому Юрий предоставил мне такую возможность поработать на этом балете. У меня четыре главных героя, как и в произведении, но при этом у меня есть еще и кордебалет «12 мальчиков», которые символизируют время, пространство, тот или иной мир, мир семьи, Анны Лизы, Кречмар, и мир фантазийный, который Кречмар сам для себя придумал и который обусловлен кризисом среднего возраста. С каждым месяцем, с каждым годом все больше и больше. Мне безумно это нравится, что-то придумывать, пытаться что-то рассказать языком движений и опираясь на музыку, скажем, на свои какие-то, на свое мировоззрение. Ну, у Ильи действительно есть свой стиль. Его, конечно, никак не описать, потому что это сложно. Но движение... Ну, и он сам, конечно, свою хореографию делает очень хорошо, интересно. Я стараюсь его копировать. Это трек, который отражает настроение происходящего. И на контрасте с Моцартом мне нравится, как это выглядит. Смысл в том, что общество очень часто отвергает каких-то людей. В моем случае причина то, что человек, он не такой, он ниже звеном, он отличается поведением, он отличается всем, и поэтому люди его отталкивают. Солистов всего два. Это Вика Брилева и Андрей Ермаков. Ребята, шесть человек, они танцуют массу, которая, ну, отталкивает. В силу того, что он опаздывает на автобус, он засыпает на остановке. Скамейка — это такой символ остановки, символ того, что можно посидеть, о чем-то помечтать. Я нисколько не отталкиваюсь с того, что делал Сати для балета. То есть я отталкиваюсь от времени. Мне больше хочется создать стиль того времени и эпоху, создать атмосферу на сцене. И эпоху, и эпоху, и эпоху. Я бы хотела быть хореографом-философом, который заставляет людей задумываться о каких-то вещах с другой стороны. Тан-та-тан, та-та-ти-тан, та-тан, ваш первый тан, тан-тан. Весь и вместе. Тан-тан, тан-тан. Тан-тан, тан-тан. Они приходят, но работают самостоятельно, потому что им это интересно. На моем примере, но лично мой опыт, пока у меня это самое интересное и самый, так скажем, мои любимые проекты. Неплохо. Основные последующие вещи – это два рассказа. Один рассказ мужчины, другой рассказ женщины. И версия каждого на произошедшие события. Кто-то говорит, что это было волшебно, и так легко, и здорово. А кто-то в этом видит совершенно другое.